Здравствуйте, меня зовут Басиаде Ладжа. Мне очень-очень приятно быть с вами. Мы находимся в передаче «Мир женщины» и мы продолжаем нашу тему о том, как важно, чтобы мы не стали соблазни для других людей. Если мы посмотрим в Битю 39 главу 10 стих, написано «Когда же она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с ней и быть с ней». Она написана ежедневно. И у меня вопрос, что вы говорите ежедневно? Какие послания вы посылаете ежедневно? Ежедневно мы можем говорить или мы можем что-то делать людям, которые окружают нас? У вас есть люди, которые окружают вас? На работе, в семье, в церкви. Какой месседж вы несете? Какое послание вы несете? То, что мы говорим ежедневно, это очень сильно. Это как, когда мы говорили о имена. Почему имена, имя человека, почему это важно? Потому что это ежедневный процесс. Большая вероятность, что хотя бы один раз в день кто-то тебе назовешь, позовешь по именам. А один раз это редко. В среднем Бог знает, может быть, десять раз. И то, что мы делаем ежедневно, является огромной силой. И то, что мы делаем ежедневно, практически есть сумма нашей жизни. Наша жизнь состоится из того, то, что мы делаем ежедневно. Поэтому я задаю вам вопросы сегодня. Что вы делаете ежедневно? Что вы говорите ежедневно? Жена Фатифара, она говорила зло ежедневно. Она говорила грех ежедневно. Она не наседала, она не созидала, она разрушала, она заманула ежедневно. Давайте мы примем решение, что ежедневно будем нести добра, ежедневно будем нести чистоту, ежедневно будем делать что-то, за которое Бог будет хвалить нас. Пусть Бог даст нам благодать. С Богом!